Добро пожаловать на канал Аудиоисторик. Просим вас не забывать ставить лайки и оставлять свои комментарии. Это очень помогает продвижению канала. Всем спасибо и приятного прослушивания. Игорь Павлов. Америка тревожных лет. Документальные очерки внутренней жизни и внешней политики Соединенных Штатов Америки в 70-е и 80-е годы. Москва. Издательство политической литературы. 1984 год. Читает Николай Козей. От автора. Читатель знает многое о том, чем живет современная Америка. Знает, что ее развитие определяется глубоким кризисом, который переживает капитализм на современном этапе. Многое известно о том, что волнует в Америке честных людей. И читатель, конечно же, знает, нет и не может быть знака равенства между силой и социальной тьмы, превратившей страну в эпицентр военной угрозы, и великим народом Соединенных Штатов, который внес большой вклад в фонд всего лучшего, что создали люди в новой и новейшей истории. Советский Союз самым серьезным образом подходит к отношениям с Соединенными Штатами Америки. Это неотделимо от стремления КПСС к коренному оздоровлению международных отношений. Мирное сосуществование, развитие взаимовыгодных и равных, а еще лучше, добрососедских отношений с Соединенными Штатами Америки, генеральная линия советской политики. Когда налаживаются контакты Москвы и Вашингтона, открываются шлюзы сотрудничеству СССР и Соединенных Штатов Америки в экономике, науке, технике, культуре, а главное в сфере укрепления безопасности в интересах всех народов. В годы Второй мировой войны это сотрудничество крепило антигитлеровскую коалицию, помогало спасти цивилизацию от смертельной угрозы фашизма. В 70-е годы сотрудничество двух государств продвигало вперед разрядку, было источником многих побед разума. Со времен Владимира Ильича Ленина и по сей день руководители нашей страны неизменно подчеркивают, СССР всегда готов протянуть руку Соединенным Штатам ради добрых совместных дел. Наша страна готова к этому и сейчас в период тревожного обострения международной обстановки. По словам генерального секретаря ЦК КПСС Константина Усиновича Черненко, Советский Союз, как великая социалистическая держава, полностью сознает свою ответственность перед народами за сохранение и укрепление мира. Мы открыты для мирного, взаимовыгодного сотрудничества с государствами всех континентов. Мы за мирное решение всех спорных международных проблем путем серьезных, равноправных, конструктивных переговоров. СССР будет в полной мере взаимодействовать со всеми государствами, которые готовы практическими делами помогать уменьшению международной напряженности, создавать в мире атмосферу доверия. Но Вашингтон времен Рональда Рейгана не в ладах с политическим реализмом, если не со здравым смыслом. Он глух к истинам эпохи, когда человечество обрело впервые в истории технические средства самоуничтожения. Американской мощью владеют люди, опьяненные страстью к господству. Нынешняя Америка стала средоточием милитаризма. Она всей своей практикой подтверждает глубину ленинской мысли. Империализм отличается наименьшим миролюбием и свободолюбием наибольшим и повсеместным развитием военщины. Так что же происходит в современной Америке? Какие пружины определяют действия Вашингтона в мировых делах последнего десятилетия? В чем существо этих действий? Автор стремился рассказать во-первых о внутренней жизни американского общества, обострении его социальных и экономических проблем, трещинах в политической структуре. Это сделано не для того, чтобы собрать воедино все худшее об Америке. Отнюдь. Внутреннее неблагополучие стало осевой линией развития Соединенных Штатов. точкой отчета едва ли не всех главных событий и тенденций. Во-вторых, важно разобраться, как лавина внутренних трудностей, вся эта гнетущая социальная патология проецируется на жизнь современного американца, что именно лишает его условий жизни и развития достойных человека, тем более в стране колоссального материального богатства. Речь идет, разумеется, о трудящихся людях, составляющих подавляющее большинство населения. В-третьих, показана роль Вашингтона в мировой политике второй половины 70-х, начала 80-х годов. здесь в центре внимания проблема почему и как американские верхи свернули к политике конфронтации. Почему вопреки объективным задачам международной жизни, надеждам миролюбивых стран и народов на продолжение развития в 80-е годы процесса разрядки, вопреки, наконец, интересам народа самих Соединенных Штатов Америки, американский милитаризм погасил возникшие было проблески внешнеполитического реализма и стал самодавлеющей политикой. Таковы основные ракурсы книги. Глава первая, 70-е годы, десятилетия кризисов. Руль внешней политики Соединенных Штатов Америки повернули вправо на исходе 70-х годов, ставших для Америки десятилетием кризисов. Пожалуй, ни один другой период в новейшей истории страны, исключая лишь тяжелейшие 30-е годы, не отличался таким обилием внутренних проблем. Дело не только в хроническом характере неблагополучия, его хватало всегда, но и в масштабах кризисов, в их взаимозависимости и глубине. В Соединенных Штатах Америки менялось само понятие о критериях неблагополучия. В 1968 году, например, преступность считалась главной общенациональной проблемой. Спустя 10 лет преступность не просто возросла, она удвоилась. Но уже не эта проблема стояла на первом месте в длинном списке тяжелых проблем. Ее оттеснили другие, еще более острые и болезненные. Нарастание, аккумуляция кризисов стали осевой линией социально-экономического и политического развития Соединенных Штатов. В 70-е годы высветили безнадежность замысла оздоровить капитализм буржуазно-реформистскими методами, на которые так надеялись американские верхи, вдохновленные в свое время Франклином Рузвельтом. С иронией, горечью трудящиеся люди вспоминали забытое обещание войны с бедностью, великого общества, общества всеобщего благоденствия и прочее. Внутренние неурядицы смывали недавние пророчества об эре бескризисного развития, полной занятости, устойчивого процветания беденфляции, разваливалась идеология буржуазного либерализма, по швам трещала его политическая экономия, болевые точки капитализма Соединенных Штатов уже не притуплял, как бывало, временный наркоз реформизма. Десятилетие кризисов, если взглянуть шире, дописало главу американской истории второй-трети двадцатого века. Реальности внутренней жизни ставили под вопрос социально-экономическую практику управления обществом, начатую еще Рузвельтом. Политические лидеры капитализма Соединенных Штатов Америки от Трумана до Картера включительно не справились с целым рядом задач правящего класса как дома, так и за рубежом. Администрации послевоенного периода, тяготевшие главным образом к политике центристского толка, подвели Америку к последней третье века с таким бременем проблем и трудностей, которая не имела прецедента с худших времен ее новейшей истории. Приходила пора задуматься, тревожно искать альтернативу. Но альтернатив творческих, дающих хоть передышку в затяжной полосе трудностей, у верхов просто не было. Пустили арсеналы новых политических идей. Общий кризис мирового капитализма затягивал Соединенные Штаты все дальше в свой водоворот, выталкивая на авансцену политики воинствующую реакцию. Она отчаянно рвалась к гегемонии в мировых делах, к социальному реваншу во внутренних, стремясь зачеркнуть экономические и социальные завоевания трудящихся, в том числе черных граждан и национальных меньшинств, достигнутые в классовых боях прошлых лет. Мы вышли сейчас из того этапа в развитии капитализма Соединенных Штатов, когда за периодами наступления на рабочий класс следовали длительные периоды уступок. Мы вступили в период все более последовательного урезывания уступок и тем самым вперед обострения классовой борьбы, констатировал генеральный секретарь Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки Гэс Гэс Холл. Неблагополучие Америки тревожно переживал капиталистический мир. В 1973 году по инициативе Рокфеллеров была создана трехсторонняя комиссия интеллектуальный парламент ведущих деятелей стран Северной Америки, Западной Европы, Японии. До назначения на пост помощника президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности работой комиссии фактически руководил Бжезинский. В фундаментальном исследовании внутренних процессов на Западе названном «Кризис демократии» комиссия подчеркивала, что неудовлетворенность деятельностью демократических институтов кризис доверия к власти пронизывает все сферы буржуазного общества. Лидеры империалистического мира призывали сделать все, чтобы повысить управляемость социально-экономического и политического механизма Соединенных Штатов Америки. Американская элита теряла былую самоуверенность. Раньше многих других на вершине власти тревожные речи повел Генри Киссинджер. Перед встречей руководителей ведущих держав Запада в 1975 году в Ромбойе государственный секретарь Соединенных Штатов заявил Самым тяжелым следствием текущего кризиса экономический кризис 1974 и 1975 годов являются не экономические проблемы а разложение веры широких масс в будущее их общества. Этот кризис демократического процесса охвативший весь западный мир представляет собой серьезнейший вызов для его лидеров. Тревога сквозила и в подходе к делам внешним. Масштаб обобщений был здесь не меньше. Мы сейчас на перепутье твердил Киссинджер. Сейчас такой период который ретроспективно будет расценен либо как чрезвычайно конструктивный либо как период когда в самом деле произошел распад международного порядка для Запада в политическом экономическом и моральном отношениях. В середине 1978 года Киссинджер и сенатор Мойнихен провели на страницах печати широкий диспут о прошлом и будущем империалистической Америке. Он напоминал политический консилиум. Идеологи сошлись в диагнозе после грандиозного поражения во Вьетнаме внешнеполитическая иерархия Соединенных Штатов Америки руководившая внешней политикой страны после Второй мировой войны испытала своего рода потерю самообладания. Нечто подобное обнаружил и Беллу один из ведущих буржуазных идеологов страны. В книге «Противоречие капитализма в сфере культуры» в 1976 году он писал о потере самообладания со стороны властвующей элиты Соединенных Штатов. В ближайшие 10-20 лет Белл предсказывал углубление кризиса политического порядка и развал присущий Западу партийной системы. Какой же жалкой клоунадой выглядел социальный исторический и прочий оптимизм, который тужился вдохнуть в политическое сознание страны Белый дом Картера и Бжезинского. С какой жестокостью реальности самой Америки обнажали фальшь человеколюбия Вашингтона за рубежом. Жизнь однако заставила руководство Соединенных Штатов назвать вещи своими именами. Подводя предварительные итоги 70-х годов, Картер уже в декабре 1978 года заявил «Мы прожили тяжелые десятилетия, трагическую войну за границей и глубокий раскол дома, миллионы безработных и самую высокую инфляцию со времен гражданской войны, незаконное вторжение в дома и подслушивание, подрыв прежнего доверия граждан к государственному правлению». В июле 1979 года президент Соединенных Штатов Америки признал «Большинство американцев не верит, что последующие пять лет будут лучше, чем предыдущие. Две трети нашего народа даже не голосуют. Производительность труда американских рабочих падает, растет неуважение к государственной власти. Пропасть между гражданами и правительством в Соединенных Штатах никогда не была столь значительной, как сейчас. Особую остроту внутреннему неблагополучию придавало то, что кризисные процессы в самих Соединенных Штатах Америки сливались с процессом дальнейшего относительного сокращения роли и возможностей Соединенных Штатов как главной силы современного империализма. В Вашингтоне все тревожнее следили за динамикой противоборства социальных систем. Все нервознее реагировали на восходящие тенденции мирового развития, прежде всего укрепления СССР и социалистического Содружества. Правящие круги Соединенных Штатов Америки как никогда тревожило положение в их тылах. Лавина экономического и социального неблагополучия. Американский империализм вошел в 70-е годы, споткнувшись о порог экономического кризиса 1969-71 годов. Лишь в 1972 году после кризисная депрессия перешла в оживление. А далее с конца 1973 года ударил новый кризис, оказавшийся самым глубоким после Великой депрессии 30-х годов. С июня 1974 по март 1975 года промышленное производство упало более чем на 11 процентов. Из этого кризиса экономика Соединенных Штатов вышла примерно к началу 1977 года. Но уже в 79 наметились признаки нового экономического спада. Больше половины десятилетия экономика страны откатывалась назад или переживала застой. На таком экономическом фоне и происходило обострение других социально-экономических проблем Соединенных Штатов Америки. Чередование кризисов и спадов через фазы недолгого оживления зримо раскрывало ненадежность опоры правящих кругов страны на костыль государственного регулирования экономики. Если раньше власти, варьируя методы этого регулирования для обеспечения экономического роста, старались выбирать меньше из двух зол рост безработицы или рост инфляции, то в 70-х годах они потерпели провал. Падение темпов роста промышленного производства было налицо. По сравнению, например, с периодом 1951-73 годов, эти темпы в 1974-78 годах сократились почти вдвое. Между тем, Вашингтон испробовал в сущности все имеющиеся рецепты. Причем в самых различных дозировках и налоговую, и кредитную политику и политику цен, и регулирование спроса посредством государственных расходов, в том числе военного потребления. Темпы инфляции в Соединенных Штатах в течение 70-х годов в три раза превысили ее темпы в 60-х годах. Более того, если к началу 1980-го года, инфляция достигла 13%, и многим казалось, что это предел, то вскоре пали и худшие прогнозы. В марте-апреле индекс роста цен превысил 18%, самый высокий уровень в послевоенной истории Соединенных Штатов Америки. Историческая катастрофа, констатировал Уайт опытнейший наблюдатель внутренней жизни страны, автор известных в Соединенных Штатах книг о президентских избирательных кампаниях за последнюю четверть века. Американцев охватил панический страх. В годовом исчислении такой уровень инфляции в два раза сократил бы реальную стоимость их заработной платы и сбережений в последующие пять лет. Ни одна другая проблема не могла сравниться с инфляцией по воздействию на умы и настрой американцев, на положение их семей. Инфляция закрепляла в американском обществе настроение массового недовольства, превращала их в стабильную социальную тенденцию. Она усиливала политическую неустойчивость, вела к дальнейшему обострению отношений между трудящимися и монополистической буржуазией. Безработица почти в полтора раза превышала теперь уровень предыдущего десятилетия, достигнув в 70-х годах 6,2%. Дефицит государственного бюджета, который в период 1946-70-го годов лишь трижды превышал 10 миллиардов долларов, в 70-х годах составил в совокупности более 320 миллиардов долларов. В Соединенных Штатах выявился еще один новый процесс, вызывающий растущую тревогу правящих кругов, резкое падение темпов роста производительности труда в экономике. В 1973-78 годах ее рост был почти в три раза меньше по сравнению с периодом 1960-го 1973-го годов. Темпо инфляции усугубляло многократное удорожание стоимости импортируемой нефти, так называемый энергетический кризис. Если в 1972-м году эта нефть обошлась Соединенным Штатом в 4,7 миллиарда долларов, то к 1979-му году ее стоимость увеличилась в 13 с лишним раз. Нефтяные концерны не раз умышленно сокращали добычу и переработку нефти в самих Соединенных Штатах, искусственно вызывали нехватку нефтепродуктов. В июле 1979-го года стало известно, например, что производственные мощности эксплуатируются всего на 82-го процента. А когда цены на нефтепродукты поднялись до уровня устраивающего монополии, нефтеперерабатывающие заводы заработали в прежнем режиме. Только с января по сентябрь 1979-го года прибыли Mobile Oil после вычета налогов возросли на 81%, Texaco на 119%, Standard Oil of Ogaio на 157%. В среднем прибыли нефтяных монополий Соединенных Штатов Америки более чем в три раза превышали теперь прибыли других компаний. Несвыханное обогащение бизнеса приходилось оплачивать в основном трудящимся. За стоимостью бензина американцы следили как за сводкой погоды. Небывалую остроту приобрела проблема налогообложения. Если в 1966-76 годах общая сумма налогов взимаемых с американцев увеличилась примерно в два раза, то в последующем рост налогов стал еще стремительнее. Оказавшись у власти администрация Рейгана не упускала случая напомнить налоги в США увеличились на 300% в 70-е годы. В июле 1978 года произошло событие всколыхнувшее всю страну так называемый налоговый бунт в штате Калифорния. Возмущенная налоговым прессом население штата проголосовала за сокращение налогов на собственность более чем наполовину. Мера была обоюдоострой. Облегчение бремени налогов сопровождалось резким сокращением расходов на общественные услуги. Во всяком случае в стране многократно увеличилось число граждан убежденных в том, что налоговая система страны обеспечивает льготы лишь богатым. Так считали теперь до 85% американцев. В 60-х годах в Соединенных Штатах приняли ряд законов о гражданских правах, которые формально декларировали равные возможности во многих сферах внутренней жизни для черных, других национальных меньшинств, женщин. Эти американцы и американки, составляющие большинство населения страны, теперь очень надеялись на улучшение жизненного положения. Не сбывались надежды. В самом деле разница между доходами белых и черных стала больше. В 1969 году это соотношение составляло 61%, а спустя десятилетия 57%. За тот же период число безработных глав белых семей возросло вдвое, а черных в три раза. Число безработных среди черной молодежи примерно втрое превышало уровень безработицы среди их белых сверстников. И вот социально-политический итог. В конце 70-х годов более половины черных граждан Соединенных Штатов по данным опросов были убеждены, что расовая дискриминация сохранится вечно. Последние десять лет можно рассматривать как проигранную битву с расизмом и дискриминацией, заключал американский социолог Глезер в книге «Фактическая дискриминация, расовое неравенство и государственная политика». Уайт подводил итог своих наблюдений, точно характеризуя общую тенденцию. 60-е годы начались с попыток искоренить расизм, а к концу 70-х годов Америка во многих отношениях превратилась в российское общество, которым всегда и была следовало бы добавить. Что касается женщин, то здесь наглядно выявился формальный характер принятых запретов на дискриминацию по признаку пола. В середине 70-х годов комиссия по вопросам обеспечения равных возможностей в области найма обнаружила, ни одна из 500 крупнейших корпораций Соединенных Штатов Америки не согласна с положениями антидискриминационных законов. Как и раньше, до 90% работающих американок были отстранены от работы, требующей высокой квалификации. Невеселый юбилей своих усилий полвека отметили в 1973 году сторонники принятия конституционной поправки о равных правах женщин. Явно и скрыто неравенство, дискриминация напоминали о себе в сфере высшего образования. Как бы ни старалась официальная пропаганда исказить подлинное положение, оно в принципе не менялось. зависимость уровня и качества образования от имущественного положения личности оставалась в Соединенных Штатах основным регулятором доступа к тем или иным профессиям. С 1970 по 1977 год стоимость обучения в колледжах увеличилась на 77%. В 1978 году оплата за год обучения в частных колледжах и университетах в среднем достигала 3000 долларов. В наиболее престижных университетах 5000 долларов. Острой проблемой оставалось положение в области здравоохранения. в 1978 году до 40% больных в Соединенных Штатах не могли получить необходимой медицинской помощи. Белый американец в среднем посещал врачей около шести раз в течение года. Черный менее четырех. Американец мексиканского происхождения не более двух раз. Несмотря на перемены к лучшему государственное социальное обеспечение в Соединенных Штатах все-таки явно не соответствовало уровню материальных ресурсов общества. По-прежнему практически отсутствовало государственное страхование по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам. Медицинским страхованием не было охвачено почти 22 миллиона человек. Страхованием в случае производственного травматизма или профессионального заболевания 15 миллионов человек. Неблагополучие находило путь в различные сферы, проявлялось в культуре, нравственности, во всем образе жизни. В невиданных масштабах хлынули волны насилия и аморализма. В 1974 году социологи выявили мнение подавляющего большинства уровень морали в стране является низким и продолжает падать. Какая там мораль, если общая стоимость порнографии по подсчетам прессы составила в Соединенных Штатах 4 миллиарда долларов в год. Это превышало годовой бюджет десятков развивающихся стран мира. А на спиртное в 1980 году было истрачено свыше 40 миллиардов долларов. Самым прибыльным делом в американском кинематографе стали фильмы ужасов, невероятные вещи творило телевидение, вплоть до прямой трансляции смертной казни. То и дело сообщали о случаях обмороков на фильмах вроде «Экзорсист», «Челюсти», «Гонки с дьяволом» и прочих. Для того, чтобы зрители не отрывались от экрана, надо заставить их поверить в естественность кошмара, то есть слиться с персонажем, поясняли в кинокомпании Universal Studios. Какие персонажи? С кем сливаться? В фильме «Омен» мужчине отрезали стеклом голову. В другом фильме человека пытали бор-машиной. В фильме «Кэрри» различными способами убивали более тридцати человек. Режиссеры оправдывались тем, что не хотят, мол, превращать картины в пример для подражания. Действительность была иной. В сентябре 1974 года телекомпания NBC в программе «На Калифорнию» покатала фильм «Рожденный невинной» с эпизодом изнасилования ребенка. Позже то же самое случилось на Калифорнийском пляже. При судебном разбирательстве подтвердилось непосредственное воздействие телефильма на обвиняемых. И таких фактов было много. В начале 1979 года началась демонстрация многосерийного фильма «Воители» о похождениях уличной банды. Вскоре под прямым воздействием фильма стали происходить массовые драки после сеансов. Были убийства. но кинокомпания создавшая фильм предложила выставить за свой счет охрану в 670 кинотеатрах где шел прокат. Лишь бы крутилась прибыльная лента. Тем временем в редакции журнала «Тайм» подсчитали число убийств в телепередачах которые увидит американский подросток к возрасту 14 лет. Получилось 11 тысяч убийств. Сюжеты телефильмов трех ведущих телекомпаний на 70 80 процентов так или иначе насыщались тематикой преступности и насилия. Чем больше насилия показывает экран тем больше вероятности что люди будут совершать акты насилия. Примеров тому масса подтверждал профессор психологии Силбер. Социологи криминалисты психиатры с особой тревогой говорили о фильмах с показом организационно-технической подготовки к преступлению. Кризис доверия к американскому образу жизни обострялся преступностью. Еще в 69 году Национальная комиссия по изучению проблем насилия и его предотвращения сделала вывод Соединенные Штаты являются мировым лидером в области массовой преступности. В 70 годах лидерство стало недосягаемым. Прессу заполоняли материалы о преступлениях отдельных лиц и организованных банд с убийствами и без смертельных исходов в городах и сельской местности. Пригороды, к примеру, долгое время считались в Соединенных Штатах в общем безопасной зоной. Но преступность проникла и сюда. Распространялись дневные кражи, когда хозяева отсутствуют. Преступники использовали новейшую аппаратуру. Радиопередатчики настраивались на частоты полиции, создавая помехи и так далее. Терроризировались не только жилые кварталы. Всевозможные меры безопасности принимали деловые учреждения, магазины, банки, аэропорты. Обязательным условием при планировании новых построек стали приспособления, затрудняющие проникновение преступников. Эксперты-криминалисты одного из детройтских банков в 78-м году издали пособие «Обеспечьте себе эффективную безопасность». Там были сотни рекомендаций о том, как вести себя при столкновении с преступником, как уберечь от грабителей квартиру, защитные меры при управлении автомашиной, что делать при попытке изнасилования и прочее. Авторы советовали носить с собой второй бумажник с несколькими долларами и при попытке к ограблению немедленно отдайте его вору. Всегда дожидайтесь лифта. Лестницы бывают излюбленными местами для грабителей. При столкновении с бандитом лучше кричать «Не помогите!» а пожар пособие шло на расхват. Американская преступность приобретала масштабы, которые трудно представить. Многолетняя агрессия во Вьетнаме стоила Соединенным Штатам гибели свыше 50 тысяч человек. За те же годы примерно столько же американцев погибли от пульса отечественников. Летом 77-го года в Нью-Йорке разладилась электрическая сеть. На полчаса город погрузился во тьму. За это время разграбили и уничтожили ценностей на 150 миллионов долларов. Несмотря на все старания властей в период с 1960-го 1975-го годов, число преступлений с применением насилия возросло в Соединенных Штатах в три раза. По данным ФБР, в 1975-м году в стране было совершено почти на 30% убийств больше, чем пять лет назад. Одних лишь серьезных преступлений убийства, изнасилования, вооруженное нападение в 1970-м 75-м годах было совершено более пяти и пяти десятых миллиона. Число таких преступлений в США в расчете на душу населения намного превысило преступность аналогичного характера в подавляющем большинстве стран мира. Официальная статистика естественно учитывала то, о чем сообщалось, но это далеко не полная картина. Без известных преступлений было гораздо больше известных. Не сообщалось, например, о более 50% ограблений на улицах, половине изнасилований, примерно в 60% краж со взломом. Спрашивается, почему? Причин много. Но Министерство юстиции Соединенных Штатов в специальном докладе в 1979 году выделило одну из главных. Американцы не верят в помощь властей. Выявлялось еще одно обстоятельство. Американская полиция фальсифицирует уголовную статистику. Да как? В начале 83-го года шумный скандал грянул в Чикаго. Стало известно, что городское полицейское управление многократно занижает число серьезных преступлений. Если в целом по Соединенным Штатам отводили как неподтвержденные менее 10% случаев изнасилований, то в Чикаго в 82-м году замалчивалось почти половина случаев. то же самое делалось в отношении совокупных сводок крупных преступлений. В 30-ти крупных городах Соединенных Штатов в среднем объявлялись неподтвержденными полтора процента таких преступлений. А в Чикаго улучшили показатель почти в 15 раз. По ограблениям в 30, по вооруженным нападениям в 15 и так далее. Подобная практика продолжалась десятилетия. Процветал бандитизм. Свирепствовали гангстеры. Били рекорды и без того легендарной преступности Чикаго. Но внешняя картина была приличной. Удивительно лишь, что сталкиваясь с преступностью американец не рвался звонить в полицию. В 70-х годах в Соединенных Штатах усилился процесс легализации преступного бизнеса. Он все чаще открыто вкладывал деньги в отрасли, приносящие максимальную прибыль, нефтяную промышленность, земельную собственность, телевидение, строительство, производство музыкальных пластинок. Американцы вынуждены выплачивать гангстерам более 20 миллиардов долларов в год, писали Мокуин и Ван Дорен в капитальной монографии «Характер американской преступности». В стране насчитывалось не менее 26 семейств мафии. Преступный мир тянул руки к десяткам тысяч коммерческих предприятий. Менее известная сторона насилия США – рост физического насилия в семьях. До шести с половиной миллионов детей ежегодно получали увечья от родителей или других членов семьи, сообщал Американский Национальный Институт Психиатрии в начале 1977 года. Жертвами насилия в семьях были около 50 миллионов человек. В докладе Национального Центра по борьбе с насилием над детьми подчеркивалось опасными факторами, толкающими родителей на избиение детей являются экономические стрессы и безработицы. Другая причина – злоупотребление наркотиками среди взрослых. Все это, конечно, уходило корнями в социальную среду. До половины преступлений на улицах городов Соединенных Штатов совершали наркоманы. Наркомания стала национальной трагедией, признал президент Форд в 1976 году. Она захватывает граждан всех возрастов и всех слоев общества, от домашних хозяек до преподавателей колледжей и сотрудников Белого дома, добавили к словам президента после прихода к власти его преемника. В июле 1978 года ушел в отставку Борн, советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам здравоохранения и борьбы с наркоманией. Было трудно представить причину скандальнее. Борна влечили в незаконных операциях по приобретению наркотиков. В оправдание он заявил, что, как и другие сотрудники Белого дома, иногда употребляют наркотики. И что вообще, мол, так поступают очень многие. Крупный авторитет по наркомании Гринспун подтвердил, было бы аномалией, если бы не употребляли марихуану молодые люди того социального происхождения и того уровня образования, который присущ сотрудникам Белого дома. Точно. По сведениям Национального института по злоупотреблению наркотиками число американцев в возрасте 26-34 лет, которые один раз или более употребляли марихуану или гашиш в 1978 году возросло до 44%. Особенно страшная сторона наркомании в США наркомания в вооруженных силах. Страшная во всех отношениях и по масштабам и в плане последствий и с точки зрения отдельных фактов. Система глобального развертывания вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, постоянное разместение за пределами американской территории до полумиллиона военнослужащих, нацеленных на решение задач силовой политики, их участие в интервенциях и воинах, различных зарубежных авантюрах Вашингтона, все это, помимо прочего, бьет по самому американскому обществу тяжелым бумерангом наркомании. Американские войска, размещенные за лбежом, являются рассадником этого социального зла, важнейшим каналом его проникновения в страну. Только один факт. До 80% военнослужащих Соединенных Штатов во Вьетнаме употребляли наркотики. Это была армия наркоманов. Вот описание крупной операции по ввозу наркотиков из Южного Вьетнама в Соединенные Штаты Америки в ходе американской войны в Юва. В один ничем не примечательный день военные и таможенные власти в США получили анонимное сообщение о том, что прибывающий из Вьетнама и направляющийся на аэродром в Делавере самолет военно-воздушных сил США имеет на борту героин. Летчиком по радио был дан приказ приземлиться на военной базе в другом месте. После того, как из машины были выгружены обшитые звездно-полосатым американским флагом цинковые гробы с трупами погибших во Вьетнаме солдат, самолет был буквально разобран на части, но даже следов наркотиков обнаружить не удалось. Тогда вскрыли гробы, но и в них ничего не нашли. Заканчивался уже осмотр трупов, когда кто-то обратил внимание на свежий шов на одном из них. Вызвали патологоанатомов. При вскрытии первого же трупа глазам присутствующих предстал заложенный в нем пакет с двадцатью килограммами героина. Началось расследование, результаты которого поразили видавших виды репортеров. Выяснилось, что на протяжении семи лет с лишним целый синдикат подпольных торговцев героином вел срокую транспортировку наркотиков США из Вьетнама именно в трупах американских военнослужащих. Доходы исчислялись колоссальными суммами. За один килограмм героина в Юго-Восточной Азии платили тысячу семьсот долларов, а на черном рынке в Соединенных Штатах Америки этот же килограмм продавался за двадцать тысяч долларов. Прежде всего его раскупали вернувшиеся живыми из Вьетнама бывшие солдаты и офицеры Вооруженных Сил Соединенных Штатов. В 1977 году количество случаев употребления наркотиков со смертельным исходом в Вооруженных Силах США в Западной Европе в три раза превышало среднее число таких случаев в американских городах. Эти сведения власти старались приглушить. Не надо объяснять разницу между наркоманам на улице и наркоманам имеющим доступ к средствам массового уничтожения. Но в конце 1978 года в Конгрессе предали гласности новые материалы о наркомании в армии. Открылась гораздо более тревожная картина, чем это пытались представить Белый дом и Пентагон. до 20% военнослужащих Соединенных Штатов в Европе употребляли сильно действующие наркотики, а почти 90% военнослужащих так называемые слабые наркотики. Впоследствии появились сведения о том, что, например, на авианосце Форестол до 60% из конфиденциально опрошенных членов экипажа принимают наркотики даже при исполнении служебных обязанностей. Авианосец курсировал в Средиземном море с ядерным оружием на борту. Не лучше обстоит дело и в сухопутных войсках США в Западной Европе. Каждый шестой военнослужащий по данным некоторых опросов не мог нести службу без наркотиков. Все более болезненной проблемой американского общества в 70-х годах становилось положение с психикой людей. С 1957 по 1977 год расходы на лечение психических болезней в США возросли в 10 раз. По официальным данным до 32 миллионов американцев. До 15 процентов населения нуждались в помощи психиатра не менее раза в год. Конечно, не каждый факт психопатологии был следствием американского образа жизни, но связь между громадным ростом патологии и социально-психологическими условиями не отрицали и социологи, и психиатры. Аккумуляция кризисов во внутренней жизни Соединенных Штатов оказывала гнетущее воздействие на человека. Утрата уверенности в перспективе, неудовлетворенность подавляющей массы трудящих со своим положением общий знаменатель жизни Соединенных Штатов Америки в 70-е годы. Идейно-политический кризис. Масштабы и следствия. Железной хваткой держал Америку идейно-политический кризис 70-х годов. Он поражал институты власти, буржуазные политические партии, расшатывал элементарные нравственные нормы. В стране не затихали скандальное разоблачение политических махинаций, взяточничества и мошенничества, грубых нарушений законности со стороны наиболее высокопоставленных деятелей. И все-таки не это было главной причиной упадка прежних иллюзий американцев в отношении власть придержащих. Даже самые наивные, далекие от политики люди, не могли не видеть неспособности верхов справиться с напором кризисных процессов, их растущее стремление преодолевать трудности в стране за счет ухудшения жизненных условий населения. и еще небывалого разрыва между словами и делами официального Вашингтона. Это было той социальной почвой, которая питала кризис доверия американцев к государственной власти, достигшей в истекшем десятилетии редкой остроты. Кризис стал постоянным спутником американского общества. Рубеж 60-х, 70-х годов Соединенные Штаты Америки встретили в условиях нарастания настроений социального недовольства. Катализатором была прежде всего агрессивная война во Вьетнаме. На демонстрациях и митингах во всех концах страны массы требовали прекращения авантюры. По-своему отвечали власти. Когда в 69-м году проходил поход мира, самый крупный за время антивоенного движения, сотни тысяч демонстрантов пришли в Вашингтон в окружении войск. В 1970-м году войска снова встречали поход противников интервенции в Камбоджу. Походу предшествовал расстрел студенческой демонстрации в Кентском университете в штате Огайо. Это вызвало волну протестов студенчества в масштабах всей страны. Ежедневные сообщения прессы несли ощущение бунта на грани с восстанием. К концу первой недели событий в Кенте забастовки студентов или преподавателей закрыли 50 университетов и колледжей. К концу месяца в 16 штатах вступала в дело национальная гвардия. Писал о тех днях президент Никсон в своих мемуарах. В Белом доме вели счет. 1969-70 академический год, 1800 студенческих демонстраций, 7500 арестов, 462 ранения у демонстрантов и полиции, 8 смертей. Практически в любом месте страны, где бывал Никсон в 1970 году, его ожидали демонстрации и протеста. В автомобиль президента летели камни, тухлые яйца. После того, как администрация сбросила столько бомб на Вьетнам, можно ли упрекать людей, что они швыряют эти камни и яйца, кричал Никсону кто-то из демонстрантов в калифорнийском городе Сан-Хосе. В мае 1971 года во время антивоенных демонстраций в Вашингтоне было подвергнуто аресту более 7000 человек. Политическая практика как никогда зримо вступала в конфликт с демократическими ценностями рядового американца. Историк Морген Тау писал «Уже одно то, что администрация вела войну в течение длительного времени после того, как народ ясно продемонстрировал желание положить ей конец, серьезно скомпрометировала американскую политическую систему. Американцы не могут не задаваться вопросом «Что же это за демократия, при которой их желание равно как и желание избранных ими лиц значит столь мало?» Но правящие круги страны интересовала не столько политическая мораль, сколько проблема социальной стабильности, опасения более мощных выступлений протеста. В личном письме президенту лидер демократов в Сенате многоопытный Мэнсфилд в октябре 1969 года предупреждал «Продолжение войны во Вьетнаме, я убежден, поставит под угрозу будущее страны». И тревожила его не только гибель американцев или растрата национальных ресурсов. Наиболее серьезное это глубокий раскол в нашем обществе под воздействием вьетнамского конфликта. Одной из ключевых установок внутренней политики администрации Никсона стал тезис «Чем больше прав и политических свобод имеется в распоряжении граждан, тем более уязвимой становится государственная и личная безопасность». К этому сводился в конечном счете провозглашенный Белым Домом лозунг «Закона и порядка». Проницательные наблюдатели уже тогда отметили, что дело здесь много шире, чем борьба с уголовной преступностью. Лозунг несет сильный антидемократический заряд. И действительно, происходившее подтверждало самое мрачное пророчество. В середине 1972 года в Соединенных Штатах привлек внимание труд профессора Фридриха «Патология политической системы насилия, предательства, коррупция, секретность и пропаганда». Автор убедительно доказывал, перечисленное в заглавии неотделимо от американского политического процесса. «Ждите», предупреждал Фридрих, «будущее несет новые образцы политической патологии». Не мог профессор знать, что пишет по сути предисловие к Уотергейту, что президент Соединенных Штатов еще в 70-м году дал зеленый свет резкой активизации деятельности репрессивно-полицейского и разведывательного аппарата, что уже вовсю орудуют подчиненные Белому Дому группы политических гангстеров. Строго говоря, происшедшее в административно-гостиничном комплексе Уотергейт в Вашингтоне оказалось неудачной операцией по программе «Демпстоун», которая рассматривалась в конце января 1972 года на совещании комитета республиканской партии по избранию президента. Руководство правящей партии прежде всего Белый дом тогда очень тревожило, что антивоенные организации проведут гигантскую демонстрацию во время национального съезда республиканцев по выдвижению Никсона на второй президентский срок. На совещании предлагалось принять широкие превентивные действия для предотвращения манифестации протеста вплоть до похищения ряда лидеров антивоенного движения с тем, чтобы переправить их в Мексику и продержать там до тех пор, пока не закончится съезд республиканцев. Один из разделов программы «Джемстоун» предусматривал проникновение в штаб-квартиры основных претендентов на пост президента США от демократов. Совещание, на котором обсуждалось все это, проводил лично министр юстиции Соединенных Штатов Митчелл. Одновременно он занимал пост председателя республиканского комитета по переизбранию президента. Что там американская мафия? Глава юстиции страны, окружение президента, деятели республиканской партии, вот кто держал первенство в размахе уголовных замыслов. Впоследствии соучастники Уотергейта в своих книгах подсыпали новых фактов о планах Белого дома по борьбе с политической оппозицией. Чего стоил, например, замысел устроить пожар в здании, где работал бывший сотрудник Пентагона Гелб, чтобы в общей панике выкрасть его бумаги. Или проект компрометации другого противника администрации журналиста Андерсона, ввести ему наркотик перед очередным выступлением по телевидению. Вот такие были планы. Их спешили осуществить еще в сентябре 71-го года был устроен обыск в кабинете одного из деятелей антивоенного движения Эвсберга. Искали компрометирующие материалы. Руководили делом сотрудник Совета по внутренним делам при Белом доме Кроу, бывший сотрудник Совета национальной безопасности Янг, бывший сотрудник ЦРУ Хант, бывший сотрудник ФБР Лидди. Группу именовали водопроводчики. А ранним утром 17 июня 72-го года наряд полиции почти случайно арестовал пять человек, взломавших двери в помещении Национального комитета демократической партии в гостинице Уотергейт. Скандал набирал силу, становился главной темой внутренней жизни страны, перерастал в невиданный кризис власти, вострейшее противоборство ее исполнительной, законодательной и судебной частей. Различные группировки, прежде всего противники Никсона, сводили политические счеты, а население страны вглядывалось в подлинное лицо хозяев Белого дома. Политическая грязь была выставлена на показ. Становилось все яснее, что следы Уотергейта ведут в кабинет президента Соединенных Штатов Америки. Расследование, которое вел Конгресс, прямая трансляция по телевидению, лавина статей в печати, маневрирование, прямая ложь Белого дома, ужесточение политической борьбы под воздействием Уотергейтского скандала, все это более двух лет держало американцев в напряжении. К ноябрю 73-го года в Конгрессе скопилось свыше 20 резолюций, призывающих судить президента Соединенных Штатов судом Конгресса. Весной следующего года пишет в мемуарах Никсон почти каждый день был штормовым. В начале марта в связи с Уотергейтом признали виновным Митчелла, Холдемана, Эрлихмана, Колсона, Мардиана, Стретчена, Паркинсона, ближайшее окружение президента, его политическую рать. В конце месяца в Нью-Йорке осудили министров Митчелла и Стенса, замешанных в нелегальных финансовых аферах в связи с Уотергейтом. В Калифорнии под следствием находился тот же Эрлихман, руководитель Совета по внутренним делам при Белом доме. Готовилось обвинение против Коннелли, недавно ушедшего с поста министра финансов. 13 апреля 1974 года опросы общественного мнения впервые показали, что большинство американцев поддержат суд над президентом в Конгрессе. Хоть раз, хоть единственный миг, в этом длинном году мучений, твердил президент своим помощником, появится ли, наконец, просвет. Не было просвета. В конце 1974 года президент Сон Никсона организировало. В Верховном суде решался по существу вопрос о суде Конгресса над главой государства. 24 июля Никсон записал «Худший момент моего президентства ожидается решение Верховного суда». Все шло к тому, что оно будет не в пользу исполнительной власти. Утром 25 июля вспоминает Никсон «Я позвонил, трубку снял Хейгф, я спросил «Как дела? Очень плохо, господин президент, сдавлено», сказал он «Сегодня утром Верховный суд принял решение». «Единогласное?» спросил я. «Единогласное». Перед Никсоном замаячила скамья подсудимых. Его загнали в угол. Политическая борьба была проиграна. Утром 8 августа он подписал финальный документ президентства. Единственная строка на странице «Сим ухожу в отставку с поста президента Соединенных Штатов». Кризис высшей власти еще не достиг апогея, как на поверхность вышло многое другое, обнажившее гниль политического процесса Соединенных Штатов Америки. осенью 73-го года узнали, что вице-президент Агню занимался взяточничеством и вымогательством. Он вывернулся, ушел в отставку и с помощью манипуляций юристов получил безнадзорный испытательный срок. Иначе говоря, безнаказанно остался на свободе. В том же году осудили за мошенничество Кернера, который дважды избирался губернатором штата Иллинойс. В 75-м году под судом оказался Мандал, торговавший влиянием на посту губернатора штата Мэриленд. За решеткой сидели министр юстиции Митчелл, высшие сотрудники Белого дома, обвиненные в преступных действиях по Уотергейтскому делу. Разоблачения, связанные с Уотергейтом, в огромной степени способствовали обострению общего идейно-политического кризиса в Соединенных Штатах Америки. Известный американский юрист Ауэрбах заключал, лозунги закона и порядка служили лишь маской для прикрытия репрессий, а те, кто были призваны защищать закон, были глубоко вовлечены в беззаконие. Злоупотребление высших государственных деятелей преподали урок целому поколению американцев. Дело, впрочем, заключалось не только в злоумышленных делах на вершине власти. Пострадавшая администрация, сам Никсон, убедительно и толково доказывали, что они не сделали ничего такого, что не делалось в Вашингтоне и ранее. Никсон так и остался при своем мнении. Отчасти ему просто не повезло. Грязные политические методы, которые и раньше были в ходу в Вашингтоне, оказались выставленными на всеоптие обозрение, а противники не дали спрятать концы в воду. Размах разоблачений Вотергейта притуплял внимание к злоупотреблениям рангом пониже, а там тоже все шло по нарастающей. По данным Министерства юстиции в 1967-70 годах к уголовной ответственности в США привлекли свыше 170 должностных лиц. Теперь масштабы преступности стали иными. Только в 1976 году к ответственности привлекли 337 чиновников. В Министерстве юстиции появилось крупное подразделение по борьбе с коррупцией среди должностных лиц. Разбирательство Вотергейтского дела положило начало веренице скандалов, связанных с политической деятельностью американского бизнеса. Обнаружили очевидное. При всем либерализме законодательства, разрешавшего корпорациям финансировать избирательные компании, монополии грубейшим образом нарушают закон. И что же? Хозяева бизнеса приговаривались к уплате небольших штрафов, оставались на своих постах. Волна крупных разоблачений докатилась до Конгресса. В 1972 1978 годах 21 законодатель привлекался к уголовной ответственности. Никто из них, впрочем, не отправился из офиса за тюремную решетку. В 1975 году нашумела скандальная связь с танцовщицей стриптиза одного из столпов Капитолия Милса. Его коллега Хейс включил любовницу в платежную ведомость своей комиссии, оценив услуги трудящейся в 14 тысяч долларов в год. А председательствовал он в комиссии поэтики поведения. А морального Хейса всячески разоблачал коллега Хау. Попался и Хау, да как? Выбирал себе проститутку, но оказался в ловушке расставленной полицией. По аналогичному поводу в полиции побывал конгрессмен Вегонер. Попутно выяснилась любопытная практика Вашингтонской полиции, которая считала за правило не арестовывать членов Конгресса по обвинению в недостойном поведении. В Капитолии не иссякал источник моральной грязи. В 1976 году грянул такой скандал, какого в Конгрессе давно не было. Оказывается, лоббисты Южной Кореи систематически выплачивали деньги десяткам конгрессменов, укрепляя благоприятствование Капитолия своему гнилому режиму. Разбирательство дела проходило поразительно. На каждой новой стадии число виновных таяло, а в конце концов их почти не осталось. Сначала рассматривалось передачу в суд дел 50 с лишним конгрессменов, под следствием же оказалось менее 30 законодателей, а козлом отпущения сделали одного-единственного, которого и отправили в тюрьму, но вскоре освободили всего искренности обвиняемого. По фонетическому созвучию и по политическому резонансу дело окрестили Кореогейтом. Безнаказанность коррупции, приобретавшей повальный характер, усиливала соблазн. Еще не закончился Кореогейт, как уже полным ходом шла крупнейшая операция ФБР под названием Арабскем, арабские деньги. Выявляли коррупцию в выборных органах. Некий арабский шейх, на деле подставной агент ФБР, давал громадные взятки к конгрессменам, просил о содействии в нечистой коммерции. Брали очень охотно, а номера купюр вплоть до последнего доллара фиксировались, равно как и старания конгрессменов, продвигавших дела шейха в законодательном порядке. В операции принимали участие сотни агентов. Встречи шейха просматривались, прослушивались, сохранялись в видеозаписи. Взяточников изобличили. Всего в контексте Арабскем, о котором в Соединенных Штатах узнали в феврале 80-го года, фигурировало более 30 законодателей. Этой операцией ФБР сводила счеты с Конгрессом. Ее начали вскоре после завершения работы специальной комиссии Сената Соединенных Штатов по изучению правительственных мероприятий в области разведывательной деятельности. Доклад комиссии, опубликованный в 76-м году, известил американцев о таких масштабах нарушения их прав ФБР, ЦРУ и другими государственными органами, о которых они просто не подозревали. Правительство накопило огромный объем информации о личной жизни, взглядах и связях американских граждан, действуя главным образом через тайных осведомителей, подслушивание телефонных разговоров, тайную перлюстрацию корреспонденции, проникновение в помещение и так далее. Разоблачение полицейских и разведывательных органов США весьма и весьма неполное, тем не менее вскрыло многолетнюю практику самых грязных приемов, массовые нарушения элементарных законодательных норм. И возмездие ФБР как бы подводило исполнительную и законодательную власть под единую меру продажности. В стране убеждались, американские верхи не просто используют власть для самообогащения, ущерба законности, а идут на все для сохранения самой власти. Размах злоупотреблений, коррупции, противозаконности на всех уровнях государственной иерархии все это в глазах американцев превращало деяния элиты в бесконечную цепь уголовных действий. Но не криминальный характер сюжетов, не их захватывающее развитие держали в напряжении американцев в течение 70-х годов. Что творится на вершине власти? Что вообще осталось от конституционных прав граждан? Почему Вашингтон столь безразличен к нуждам простых людей? Поиск ответов вел к небывалому в идейно-политической жизни Соединенных Штатов Америки кризису доверия к государственному управлению, ко многим его институтам, к президентству, каскадр разоблачений, последовавших после Лутергейского дела, продемонстрировал миллионам американцев, которые воспринимали Конституцию США как гарантию их свобод, что центром наступления на гражданские права является сама правительственная власть, обобщали в научном мире. Нарастающий кризис доверия, деление неблагополучия, велик большим переменам социальной психологии американского общества. Качественно новый характер приобретали неудовлетворенность трудящихся своим жизненным положением, разочарование во многих институтах капиталистического общества, в американском образе жизни. В 1973 году впервые в истории опросов общественного мнения число недовольных внутренней обстановкой превысило в США половину населения. В преддверии двухсотлетнего юбилея страны так считали 61 процент американцев. В 1966 76 годах количество людей, чувствующих себя отстраненные от происходящего вокруг, выросло в четыре раза. Около двух третей американцев в юбилейный год не сомневались, что люди, обладающие властью, используют ее в своих интересах. Лих один из десяти граждан выразил полное доверие исполнительной власти. А в начале 1974 года Нью-Йорк Таймс обнаружила по престижу профессии конгрессмены занимают последнее место. Предпоследнее мусорщики. В такой обстановке не стали сенсацией выводы профессора Инкеля, представленной съезду Американской социологической ассоциации. Между тем указывалось на процессы не имеющие прецедентов в новейшей истории Соединенных Штатов. Средний американец считает, что такие институты государственной власти, как президентство и Конгресс, все меньше и меньше справляются с возложенными на них функциями. Не подлежит никакому сомнению, что прежнее исключительно высокое мнение американцев о своей государственной системе, их исключительная уверенность в том, что они способны принимать активное участие в политическом процессе страны и оказывать личное влияние на политику, все это резко пошло на убыль. Двухсотлетний юбилей прошел в Соединенных Статах безрадостно, вяло. Чему радоваться, если правящая администрация, которая унаследовала инфляцию в 12% и безработицу в 5,4% давала дела с такими итогами. Наивысшая инфляция в истории Соединенных Статов в мирное время. Наивысшие учетные ставки за весь 20-й век. Резкий спад в личном строительстве, застывшая во льдах кризиса экономика, перспектива громадного роста безработицы, спад во внешней торговле. Эту мрачную картину, нарисованную в Нью-Йорк-тайнс, напоминал сам председатель торжеств президент Форд. Его президентство вошло в историю уже тем, что в Америке впервые за все время опросов населения на поверхность вышел кризис веры людей с перспектив на будущее. Дал трещину столь присущей американцам оптимизм. Большинство перестали верить, что дела в стране и дела их собственные станут лучше. Вести о неблагополучии казалось шли отовсюду. только за 1,74 год преступность выросла на 17%. Самый крупный скачок по статистике ФБР. Исполнительная власть была рекорды в сражениях с законодательной. За первые 10 месяцев президентства Форд 33 раза накладывал бета на законопроекты, пытаясь в основном срезать деньги на социально-экономические нужды. В декабрю 76-го года накопилось уже 42 вета. Так и правил в год юбилея Форд, который вел страну под лозунгом «Исцелимся от невзгод». Исцелял большей частью словами. Юбилейный оптимизм официальной пропаганды не рассеивал ныне. Два столетия развития Соединенных Штатов Америки, радикально преобразив материальные условия жизни общества, ни в чем не изменили главного. Жизнь личности в этом обществе по-прежнему определяла исключительное неравенство его членов. Равенство, которое было провозглашено Декларацией Независимости, за которое сражались в революцию и во время Гражданской войны, все еще не достигнутой сейчас. Продолжается концентрация средств и власти в руках все меньшего числа лиц, в то время как миллионам американских граждан отказывают в справедливой доле национального богатства. Высказалось на этот счет профсоюзное объединение Американская Федерация Труда Конгресс Производственных Профсоюзов АФТ-КПП. Ему вторил профессор из Калифорнии Дауд, издавший книгу «Изуродованная мечта. Капиталистическое развитие Соединенных Статов». Экономическое неравенство, которое питает все другие формы неравенства, всегда являлось характерной чертой американского образа жизни. За последние 25 лет неравенство в распределении национального дохода не уменьшалось, а увеличивалось. И верно. Лишь 4% взрослых американцев владели собственностью на сумму более 60 тысяч долларов, включая наличность и недвижимость. Самокупная стоимость их собственности превышала 1 триллион долларов. Гораздо больше, чем совокупный воловой национальный продукт десятков стран Африки, Азии и Латинской Америки. Прав был иностранный наблюдатель, итальянец Корсини. Спустя два столетия после подписания Декларации Независимости, которая объявляла всех людей равными и провозглашала эру свободы и прогресса, Американцы стремятся свести счеты с прошлым и смотрят на настоящее и будущее с озабоченностью. Отвечают глубоким скептицизмом на казенный оптимизм правительства, несут на своих плечах груз кризиса, захлестнувшего американское общество. В конце десятилетия политическому руководству Соединенных Штатов оставалось одно сказать правду. Квалифицировать нездоровье в идейно-политической жизни страны как важнейшую национальную проблему. Президента Картера, подтвердившего в июле 79-го года реальность кризиса доверия в США, поддержали в этой оценке до 80% граждан. Президент не жалел драматизма, характеризуя меру неблагополучия в стране. Это кризис веры, кризис, который дотрагивает свое сердце, душу и дух нашей национальной воли. Мы можем видеть, как этот кризис проявляется в растущих сомнениях в смысле нашей жизни, в утрате единства целей нашего народа. Подрыв нашей веры в будущее несет в себе угрозу уничтожения самого социального и политического строя Америки. Последний раз в американской истории столь тревожно говорил только Рузвельт в разгар экономического кризиса 30-х годов. Тема кризиса доверия стала одной из ведущих для выступлений Картера к концу его президент. Известный журналист Фафф однако обоснованно написал «Сама идея морального кризиса, который признает администрация демократов, вероятно, может использоваться для прикрытия провала в практической политике». Комментируя откровения президента, вздыхал обозреватель Сайди «Снова слова без взаимопонимания, обещания без средств их осуществления, переплетение кризисов в различных областях общественной жизни, фактический отказ власти содействовать улучшению жизни трудящихся. Все это было взаимосвязано, одно дополняло другое. Политика руководства страны и вела Соединенные Штаты к тому положению, в котором они оказались на рубеже 70-х, 80-х годов. На Финихе десятилетие. Хмуро и ветрено было в Вашингтоне 20 января 1977 года. Но холодное небо поземка с Потамака не метрали радости победителей. У Капитолия принял присягу президент демократ Картер. Он так определил главное. Наша страна будет по-настоящему сильной в мировых делах лишь тогда, когда будет сильной дома. Наилучшее средство укрепить свободу за рубежом это показать всем жизненную силу нашей демократии. Энергичный призыв был по душе тем, кому в первую очередь адресовал его президент. Правящий элитий страны. Отражая ее взгляды, администрация Картера была всерьез убеждена, что после затяжной полосы трудностей первой половины десятилетия ход событий в США снова вернется в благоприятное ружье. В этом видели предпосылку для возврата привычной для американского империализма наступательной политики в мировых делах и внутри страны. Теперь, мол, расчищается дорога для быстрого укрепления внутренних и внешних позиций США. Дорога оказалась иной. В Вашингтоне сильно просветались в оценке масштабов проблем, надвигавшихся на американский империализм. В 77-80-м годах в стране не было столь явного катализатора кризисных явлений недавнего прошлого, как агрессивная война во Вьетнаме. Хотя скандалов в связи с коррупцией верхов более чем хватало, ни один из них не приближался так близко к сердцевине государственной власти, как Ватергейт. Что касается экономической жизни, то здесь, казалось бы, намечалось некоторое оживление, вместе с тем внутреннего неблагополучия не убывало. Конец десятилетия проходил так же, как и все оно в целом, в переплетении сложнейших проблем, решения которых так и не было найдено. Внутренняя жизнь Соединенных Штатов Америки сосредоточилась главным образом на вопросах, связанных с ускоряющимся ростом стоимости жизни. Страна жила все тем же высоким уровнем инфляции и безработицы, утяжелением налогового пресса, обострением энергетических проблем, кризисным положением больших городов, жилищным кризисом, пороками в социальном обеспечении, образовании, медицинском обслуживании, дальнейшим нарастанием преступности и наркомании. Бросалось в глаза однако, что объектом недовольства все в большей мере становится государственная власть. Вполне закономерный процесс. Ухудшение положения трудящихся было особенно контрастным на фоне обещаний, розданных победителями выборов 1976 года. Опыт давно научил американцев без иллюзий принимать обещания ведущих политических партий. Но тогда, в 1976 году, людям так хотелось верить, что демократы во главе с Картером постараются хотя бы затормозить кризисные процессы в общественной жизни, причем сделают это без внешних авантюр, содействуя разрядке и ограничению милитаризма. Большинство американцев поверили обещанию Картера в том, что будут отвергнуты воинственные голоса тех, кто хотел бы отбросить шаг к временам холодной войны с СССР. Не менее важным казался и лейтмотив демократов восстановить уважение к государственной власти с тем, чтобы официальный Вашингтон хоть в какой-то мере перестал быть синонимом холодного равнодушия к нуждам трудящихся. После выборов 1976 года профсоюзная пресса писала «Мы ожидаем исправления того антирабочего климата, который сегодня охватывает всю страну. Изъятие из закона Тафта-Хартли положений о праве на работу, недопущение контроля над заработной платой». Все мы, кто обеспечил приход к власти Картера и Мондыла, ожидаем четырех лет свободных от военных авантюр за океаном и укрепления политики разрядки, ожидаем налоговые реформы, которая бы сняла бремя с плеч тех, кто меньше всего в состоянии нести его, ожидаем обеспечения равноправия, введения общенациональной программы здравоохранения, конструктивного отношения к проблемам больших городов, это минимум для американского народа. Еще в 1972 году известный американский историк Шлезингер, указывая на симптомы расстройства в политической системе США, предсказал наступление новой политической эры. Нам потребуется, указывал он, восстановить единство нации и создать объединяющие чувства национальной общности. Спустя шесть лет тот же Шлезингер раскрыл ход мысления правящих кругов Соединенных Штатов. В поитках средств, способных придать внешней политике Соединенных Штатов моральную содержательность администрация Картера остановилась на идее прав человека как на подходящем объединяющем принципе. Это обещало восстановить моральные позиции США за рубежом, которые сильно подрывались Вьетнамом, Лотергейтом, поддержкой диктаторских режимов, заговорами ЦРУ с целью убийства иностранных деятелей и так далее. Это также обещало восстановить внутреннее согласие в самих Соединенных Штатах в поддержку внешней политики правительства. Теперь Вашингтон и восстанавливал единство нации на путях трескучей политико-идеологической кампании в защиту прав человека. Гораздо активнее стала также пропаганда американского морального превосходства, американской моральной миссии внутри самих Соединенных Штатов Америки. А дела в стране шли плохо. Инфляция наносит огромный экономический и социальный ущерб. Так начинали демократы в 1976 году раздел своей избирательной программы о мерах против инфляции. Итог. Начало 1980 года. по сравнению с моментом прихода Картера к власти в январе 1977 года инфляция увеличилась в два с лишним раза. Демократы обещали добиться сокращения безработицы до 3% в 1980 году. Итог. С начала 1980 года безработных было в два раза больше. В 1979 году впервые после предыдущего экономического кризиса в армию безработных наряду с молодежью, которая только вступала на рынок труда, стали вливаться кадровые рабочие. Правительство же более чем вдвое сократило федеральные программы трудоустройства на общественных работах. Картер клялся сделать все, чтобы граждане, независимо от расы, цвета кожи, пола, религии, возраста, языка или национального происхождения в полной мере участвовали в экономических, социальных и политических процессах страны. Но вот точка зрения 75% черных американцев. Вашингтон не заинтересован в улучшении их положения и тем более в обеспечении им реального равноправия с белыми. Положение черных снова ухудшается. И для многих из тех, кто живет в зонах бедности, это положение уже сейчас является более катастрофическим, чем вперед наиболее серьезных волнений и мятежей черных в 60-е годы, констатировал Хилл, один из руководителей Национальной Ассоциации Содействия Прогрессу Цветного Населения. Обозреватели даже искушенные буквально разводили руками. Как же обесценивало слово власти администрация Картера. Вместо обещаний провести полную перестройку налогообложения, нарастающие налоги, отнимающие у людей труда до 40% их заработной платы. Вместо обещанной помощи бедным прежней нищета, например, на американском юге, где по-прежнему до 40% американцев не имели прожиточного минимума. Вместо всеохватывающей национальной системы медицинского страхования 18 миллионов американцев, не имеющих никакого государственного социального обеспечения в случае болезни. Вместо улучшения дело с жильем около 34 миллионов американцев проживали в жилищах, не отвечающих минимальным санитарным требованиям. Мало общего с интересами рядовых американцев имела и энергетическая политика администрации. В условиях, когда рост затрат на импорт нефти и нефтепродуктов подрывал платежный баланс Соединенных Штатов, ускоряя темпы инфляции, правительство Картера бушевало на словах, грозило решительными мерами против нефтяных и газовых монополий. Весной 80-го года Конгресс одобрил основные положения энергетической программы Белого дома. Но вместо контроля над ценами, которые постоянно повышали нефтяные концерны, речь по сути шла об отмене такого контроля. Демократы все дальше смещались на консервативный путь в своей внутренней политике. Постепенно сокращались расходы на многие крупные программы, касающиеся хотя бы небольшого улучшения социально-экономического положения трудящихся. Во главу угла выдвигалась задача борьбы с инфляцией. За счет рядового американца. Существенно сокращались расходы на медицинское обслуживание, на высшее образование, на переквалификацию безработных, на субсидии по ряду категорий социального обеспечения и так далее. Резидент фактически отказался от расхваленной им программы помощи городам. Администрация Картера отвернулась от проблем, которые она обещала разрешить, идя на предыдущие выборы, указывал сенатор Кеннеди. Отвернулась от людей, которые живут с этими проблемами постоянно. Людей, оказавшихся без работы или находящихся накануне увольнения. От родителей, которые не могут послать в колледж своих сыновей и дочерей. От больных, которые не в состоянии оплатить счета за лечение. от престарелых, вынужденных выбирать между отоплением своих жилищ и пищей на столе. Все это составляло социально-экономическую основу дальнейшего углубления кризиса доверия к Белому Дому. В июле 1979 года доверие администрации выразило менее трети населения. Без примерных масштабов достигла неудовлетворенность трудящихся отдельными аспектами внутренней политики правительства. В середине того же года восемь американцев из десяти отрицательно оценивали и антиинфляционную и энергетическую и общую экономическую политику Картера. Главное же было в том, что неурядицы воспринимались уже как неизбежное зло, почти что норма. Соединенные Штаты Америки начали привыкать к затянувшемуся кризисному неблагополучию и все более усиливались настроение пессимизма, уныния, не веря в то, что жизненное положение трудящихся может измениться к лучшему. В стране росли недовольство и одновременно политическая апатия. Наступало, иначе говоря, золотое время для американских консервативно-милитаристских сил. Все давно уже навязывали программу социального реванша, ограничить или вообще отказаться от ряда либерально-реформистских методов смягчения остроты положения, сократить роль государства в ослаблении воздействия кризисного неблагополучия на жизнь трудящихся. Открыть всех шлюзы для обогащения крупного капитала взамен объяснялось экономическое возрождение Америки. Под напором правых сил в условиях явного провала традиционных методов государственно-монополистического регулирования снижали политическую волю их основные сторонники умеренно-либеральные группировки Соединенных Штатов Америки. Социально-экономические, социально-психологические условия открывали путь к власти воинствующему крылу правящей верхушки, представленному прежде всего группировкой республиканской партии во главе с Рейганом. В стране происходила далеко идущая перегруппировка политических сил. Консервативные круги били в одну точку, подчеркивая нарастание трудностей в стране, снижение уровня жизни. В год избирательной кампании реальные доходы населения сократились более чем на 5% по сравнению с 79-м годом. Самое крупное ежегодное снижение после второй мировой войны. В целом, по данным профсоюзов, в 1979-81 годах уровень реальной заработной платы рабочих снизился почти на 10%. Атакующие республиканцы обогатили политический словарь новой категорией индекс страданий семьи. То было арифметическое сумма показателей роста цен на питание, топливо, жилье, а также уровня безработицы, выраженных в процентах. За месяц до выборов 80-го года Рейган сообщил, что индекс возрос более чем в три раза за годы правления демократов. Утмехалась ученая профессура, знакомясь с индексом, но не улыбались миллионы людей. Фактическая сторона дела была убедительной. Вечером перед выборами Рональд Рейган обратился к стране. Когда вы будете голосовать, подумайте, лучше или хуже живется сейчас, чем четыре года назад. «У нас есть мандат избирателей», твердила впоследствии администрация Рейгана. «Так ли это?» разъяснил американский исследователь Роуз. За республиканцев в 80-м году голосовали 51% тех, кто пришел на избирательные участки. Это было чуть больше четверти населения Соединенных Штатов Америки с правом голоса. Более 60% опрошенных не сомневались. Рейган победил потому, что избиратели отвергли Картера. Лишь 10% американцев объясняли победу республиканцев их политической программой. «Где же этот мандат, о котором ведет речь Белый Дом?» спрашивал Роуз. Но выборы 80-го года были еще впереди. Пока же в Соединенных Штатах хватало за рычаги власти, металл, теряя выдержку, администрация Картера. От внутреннего неблагополучия было некуда деться. В конце июня 79-го года Картер вылетел в Токио на встречу с лидерами ведущих стран Запада. «Когда когда я был в Японии», вспоминает он в своих мемуарах, «из дома шли только плохие вести. Вереницы машин на многих бензоколонках, сначала в Калифорнии, потом по всей стране, угроза еще больше нехватки горючего, цены на нефть подскакивают каждую неделю, забастовка водителей и грузовиков, проведенная вопреки профсоюзу, резко ухудшает дело, и виновным во всем считали в основном меня. Мои долгие стычки с Конгрессом убедили многих в том, что демократы просто не в состоянии решить большинство сложных проблем. Опросы общественного мнения показывали падение моей популярности до рекордно низкого уровня. Растущим масштабы нелегионных проблем, неспособность Вашингтона повернуть дела столь и тому, что внутренняя обстановка в Соединенных Штатах оставалась неустойчивой и трудно управляемой для демократов на протяжении всего срока их пребывания у власти. Помощник президента по вопросам внутренней политики Эйзенстадт признавал, что эффективно управлять страной стало сейчас труднее, чем когда-либо в американской истории. Феномен был новый, и очень тревожный для американских верхов. Центральная внутренняя задача демократов восстановление доверия к власти казалось теперь просто нелепой. Никакие кампании в защиту прав человека не могли отвлечь американцев от неблагополучия в стране. В самом деле, что в американских реалиях хоть сколько-нибудь соответствовало главной теме Картера, с которой он вошел в большую политику. Пусть наша страна станет идеалом мирового сообщества в мужестве и сострадании, в цельности, в приверженности основным правам и свободам личности, призывал в свое время Картер, объявляя свою кандидатуру на постпрезидента. И что же? Идеал еще дальше отдалялся от жизни. В своей внутренней политике администрация провалилась. Американцы не хотят переизбрания Картера, сообщил летом 80-го года ведущий эксперт Белого дома по изучению общественного мнения социолог Кедл. У демократов оставалось в резерве ударное средство, не раз испытанное правящими кругами. К нему уже давно толкали Картера консервативно-милитаристские группировки, военно-промышленный комплекс, сионисты, другие реакционные силы во внутренней политике США. Белый дом был и сам не против попробовать, причем в полную меру. Рецепт составили давно, но особенно часто это средство пускали в ход в годы холодной войны, спровоцировать международный кризис или конфликт, а лучше целую серию кризисов, взвинтить рядового американца с тем, чтобы едким милитаристским угаром заставить его закрыть глаза на неблагополучие дома, вынудить слепо довериться государственному руководству. А для этого требовалось ударить в милитаристский набат. Тот же Кэдл в феврале 80-го года отчетливо развивал тезис наибольшую ему выгоду для укрепления позиции политического деятеля, пребывающего у власти, дает создание конфликтных ситуаций или даже небольшой войны за рубежом. Небольшая война чрезвычайно поднимает шансы на выборах, раскрывал карты консультант Картера. Любой президент может заставить страну сплотиться вокруг себя решительными воинственными действиями. Сторонников таких действий в руководстве Соединенных Штатов Америки было предостаточно. Когда под новый 1980 год в Вашингтоне, теряя равновесие, рывком повернули вправо штурвал внешней политики Соединенных Штатов Америки, это не только выявило меру нежелания правящих кругов страны считаться с реальностями современного мира и неуклонным процессом его обновления, но и меру нервозности, метаний, неуверенности в себе править элиты устрашенной аккумуляцией кризисов в самих Соединенных Штатах. Вынудить американцев молчаливо и пассивно согласиться с резким ухудшением жизненных условий так охарактеризовал внутренние корни пресловутой доктрины Картера генеральный секретарь Компартии Соединенных Штатов Америки Гэрс Холл. В 1968 году Республиканская партия Соединенных Штатов Америки констатировала «Мы живем в смутный период». Десятки тысяч молодых людей отдали свои жизни и были ранены во Вьетнаме. Многие молодые люди теряют веру в наше общество. Наши города стали центрами отчаяния. Миллионы американцев попали в порочный круг нищеты и обречены на неполноценное образование, безработицу или неполную занятость. Инфляция подрывает доверие к доллару как в нашей стране, так и за границей, серьезно сокращая доходы семей, безработных, фермеров и всех тех, кто живет на постоянные твердые доходы и пенсии. Сегодня американцы не уверены в своем будущем и разосерованы в недавнем прошлом. За вычетом строки о Вьетнаме остальное было полностью применимо к Америке спустя 10 с лишним лет. Только гораздо в большей мере. Побеждающий Рональд Рейган, пробиваясь к власти, клеймил дела предшественников чуть ли не теми же словами. Впрочем, нашлись и свои слова для диагноза положения как у самих американцев, так и у главы государства. Летом последнего года своего президентства Картер предпринял невиданный шаг, собрав в Кэмп Дэвиде нечто вроде Совета нации. Одна за другой встречались с ним группы представителей политических кругов, бизнеса, конгрессменов, губернаторов, деятелей науки, культуры, церкви, ведущих экономистов, журналистов и так далее. Говорили в общем одно и то же. В стране преобладают отчаяние и отчуждение. Картер поспешно записывал «Мы пережили целую вереницу кризисов и до сих пор положение не улучшилось. Господин президент, мы попали в беду, у нас кризис доверия, люди говорят «Я люблю свою страну и ненавижу ее правительство». Вы не ведете страну, господин президент, вы просто ведаете государственными делами, потрясенные услышанным Картер воскресным вечером 15 июля 1979 года обратился к нации с экранов телевизоров и сразу взял широко «До тех пор, пока не были убиты Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг, мы не испытывали сомнений в том, что олицетворяет Америку свобода избирать, а не свобода убивать». Нам всегда внушали, что армия Америки непобедима, что мы всегда бьемся за справедливое дело, и вот мучительная боль Вьетнама, мы уважали президентство как хранилище достоинства и чести, и вот шок Уотергейта, мы помнили, что слова «прочный как доллар» были синонимом предельной надежности, но за 10 лет инфляции наш доллар был смят, сократились наши сбережения, мы верили в безграничность наших ресурсов, но с 1973 года сталкиваемся с растущей зависимостью от иностранной нефти, все эти раны еще открыты, их никто не исцелил. Добавить к этим словам следовало многое, равно как и оспорить некоторые мысли президента, но диагноз диагноз оспаривать не приходилось. Глава вторая «Больное общество и жизнь человека» «Жалкое благочестивое пожелание» Руководство Соединенных Штатов Америки никогда не жалело сил на словесную войну с безработицей. Американское общество потеряло один миллиард рабочих дней в 1962 году, ибо желавшие работать люди не могли найти работу с полным рабочим днем, восклицал в свое время Джон Кеннеди. Это равнозначно тому, что все трудящиеся Соединенных Штатов остались бы без заработной платы в течение трех недель. Демократическая партия бичевала безработицу и в своей избирательной программе 1976 года. Безработица означает постоянное нервное напряжение, страх перед неоплаченными счетами, бесцельно потерянное время, утрату собственного достоинства, ущерб отношениям в семье, алкоголизм и наркоманию, преступность. Работа эта мерила место человека в обществе, средства борьбы с бедностью и голодом, способ обеспечения других нужд трудящихся и их семей. Истины бесспорные. Но в том же 1976 году главные политические партии предложили американцам следующую перспективу. Республиканцы обеспечить экономическую конъюнктуру, при которой безработица в период 1976-1980 годов оставалась бы на уровне 7,5-7,7% рабочей силы страны, демократы обязались держать безработицу на уровне 4,5%. И тех, и других, следовательно, удовлетворяла армия безработных в 4-7 миллионов человек. Победители на выборах во главе с Картером подчеркивали, что их выкладки в отношении безработицы вплотную приблизят страну к так называемой полной занятости. Естественно, предположить, что речь идет о праве на труд для всего самодеятельного населения. Отнюдь нет. Речь идет о планировании безработицы. Современная политическая экономия Соединенных Штатов Америки утверждает, что полная занятость наступает в случае, если уровень безработицы не превышает 4,5% от численности рабочей силы страны, то есть остается на уровне примерно 4 миллионов трудящихся. Такую безработицу считают оптимальной для развития капиталистической экономики. Рассчитано, что этот уровень соответствует использованию примерно 92% ее производственных мощностей. А при более полном их использовании означающим и более высокий уровень занятости, рабочие будут гораздо активнее требовать увеличения заработной платы, оказывать сопротивление дальнейшей интенсификации труда. С другой стороны, когда официальный уровень безработицы превышает 5%, опыт классовой борьбы заставляет правящие круги опасаться социально-политических осложнений. В октябре 1978 года концепция полной занятости впервые получила в Соединенных Штатах Америки законодательное закрепление. Конгресс одобрил законопроект Хэнфри Хокинса, в соответствии с которым к 83-му году безработица в стране должна поддерживаться на уровне 4%. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...